Лето в Алматы вступают в свои права, модницы меняют гардероб. В эти выходные они смогут оторваться по полной, потому как завтра начинает свою работу самый крупный дизайн-маркет в Казахстане – Алматы Pop-Up Store. Он проходит 11 сезон подряд. Организаторы подготовили традиционные фэшн-зоны. Красивая эксклюзивная одежда, косметика, предметы интерьера будут радовать глаз посетителей. Впервые заработает зона лектории на тему дизайн-мышления и спортзона. А еще 26 мая прямо на ярмарке пройдет прямая трансляция финала Лиги Чемпионов. У нас есть зона бьюти, где женщины могут прийти абсолютно бесплатно, получить макияж, укладку, тестинг различных косметических средств. Приобрести можно будет вещи местного производства – это одежда, аксессуары, предметы интерьера и продакт-дизайн. Плюс ко всему будут и детские вещи у нас представлены. Помимо казахстанских дизайнеров также представлены международные бренды. То есть будет что выбрать. Дизайнеров больше ста. Атмосферу на Алматы Pop-Up Store будут создавать молодые артисты и диджеи. Гостей также ждут розыгрыши, подарки и различные тесты. А я напомню, что ярмарка будет работать 26 и 27 мая с 12 дня. Для ценителей прекрасного сегодня в музее Костеева начала свою работу персональная выставка Вячеслава Люйко «Возвращение к древу». Экспозиция представлена 60 графическими и живописными работами последних лет. Мастер известен своими полотными размышлениями, такими как «Бог спит», «Последний причал», «Храм» и многими другими. Я увидел этот зал, посмотрел, что это будет хорошо. Помните, как это сказано? И сказал он, что это хорошо. Моя выставка не актуальное искусство, не контемпорарий арт, не плакат яркий. Эпатажа здесь нет, собственно говоря. Но я приглашаю всех. Ну а теперь информация для любителей прекрасного, но скоростного. Автолюбители Ликуйте, уже завтра на Медео соберутся самые крутые машины. Фестиваль под таким названием проходит уже третий год. В этот раз организаторы приняли заявки от 450 автовладельцев из Казахстана и Кыргызстана. Жюри выберет 16 самых прокачанных тачек. В этом году отличительная черта в том, что мы собираем 200 машин. У нас около 10 представителей из Кыргызстана приедет. И в этом году впервые к нам приедут представители из Астаны и две машины из Караганды даже приедут. Касательно зрителей мы провели опрос. Оказалось, что люди едут на поездах, автобусах, самолетах со всех точек практически Казахстана. Алматинцы и гости города смогут полюбоваться самыми яркими, быстрыми и экзотическими автомобилями. Критерий для победителей много. Оценивать будут внешний вид, внутреннюю отделку, подкапотное пространство и мастерство исполнения тюнинга. Кроме того, гостей ждут выступления артистов, вкусная еда и невероятно живописный вид на Мидео. Ну и вишенкой на торте станет информация о первом концерте Данелии Тулешевой. Победительница украинского шоу «Голос дети» порадует своим выступлением 27 мая в Мега-центре. Я приготовила очень много песен, не все есть, которые из «Голоса». Я вообще поставила только мои самые любимые и надеюсь, что всем слушателям понравится. Живое выступление Данелии поддержат и финалисты международных конкурсов и проектов «Талантливые ученики» продюсерского центра, где обучается юная певица. Жанна Хабдулхабар, Влад Шишко, телеканал Алматы.